МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире закулисье Арцаха. Неучтенные уроки истории. Сыны Западной Армении Давид Гищан. Европейский парламент призывает полностью пересмотреть отношения Евросоюза с Баку. Баку должен гарантировать право армян на возвращение в Арцах. Шольц и Алиев обсудили армяно-азербайджанские отношения. ЮНЕСКО направит в Армению миссию по оказанию образовательной поддержки вынужденной переселенцам из Арцаха. Президент России Владимир Путин и президент Баку Ильхам Алиев 22 февраля в ходе переговоров подписали декларацию о союзническом взаимодействии двух стран. Как декларация повлияла на судьбу выселенных армян Арцаха. Развитие событий последних месяцев показало, что для внешней политики Баку Россия является самой скользкой и наименее понятной для внешних акторов. Роль различных слоев политической элиты Азербайджана в формировании отношений с Россией преувеличена и недооценена, делая политическую реальность более неопределенной. В декларации о взаимодействии на 2022 год есть пункт, где отмечается. Российская Федерация и Баку объединяют свои усилия в сфере международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота оружия, наркотиков, торговли людьми, преступлений в сфере информационных и коммуникационных технологий, также борьба и нейтрализация других новых вызовов безопасности. Спустя год Министерство обороны Баку распространило заявление о начале так называемых антитеррористических мероприятий на территории Арцаха с целью восстановления конституционного порядка на территории страны. Азербайджанская сторона утверждала, что подозрения армии обороны Арцаха за последние несколько месяцев периодически обстреливали позиции азербайджанской армии из оружия разного калибра, продолжали минировать территорию Азербайджана, осуществляли инженерные укрепления боевых позиций, также увеличивали количество окопов и укрытий, что привело к росту напряженности. Азербайджанская сторона сообщала, что о ее действиях проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство турецко-российского наблюдательного центра в Бакне. После последних событий можем четко сказать, что согласно декларации, подписанной Азербайджаном и Россией в Москве, отношения между указанными государствами переходят на союзнический уровень и последовательно подрываются армяно-российские стратегические союзнические отношения, являющиеся одним из важнейших компонентов системы безопасности и Армении, и Арцаха. Как пал Шуши? Почему провалилась защита Шуши? Кто был ответственным за потерю Шуши? И как в итоге стало известно, что город больше не находится под армянским контролем? Падение Шуши в очередной раз показало, что мы не имеем привычки извлекать уроки из истории. События, произошедшие около 102 лет назад, с момента падения Шуши, казались для нас хорошим уроком, который мы усвоили. Но, увы, это не так. Вестерн Армения ТВ представляет очередной неучтенный урок истории, ставший судьбоносным для нашей нации. В конце января 1918 года, после падения Ерзенки, турецкая армия поочередно оккупировала ранее контролируемой российской армией районы и двинулась в сторону Карина. Мощный город-крепость, считавшийся ключом к турецкой Армении, был захвачен 25-тысячной русской армией в начале февраля 1916 года. В феврале 1918 года в Карине сконцентрировались несколько армянских военных подразделений, большое количество беженцев, армянские силы, отступившие из Ерзенки и прочих мест. В начале февраля в Карине командируется Андроник, к которому вскоре присоединяются различные добровольческие отряды, состоящие в основном из западных армян. Внутреннее состояние города было неустойчивым. Общее настроение отступления, деморализация войск, отсутствие центрального руководства и командования подорвали обороноспособность. Кроме того, в Карине находились около 25 тысяч довольно хорошо вооруженных турок, которые с нетерпением ждали армии Вехи Паши. Полная статья доступна на нашем сайте. Азербайджанские военные перевязали раненого в плечо Давида, показав миру, что гуманный по отношению к раненому солдату. Была надежда, что при посредничестве Красного Креста его передадут Армении. Однако Баку проявил свою садистскую, фашистскую, человеконенавистическую сущность. Давид Гищан родился 24 сентября 2002 года в Ереване. В армию был призван в июле 2021 года. Служил в одной из воинских частей Багаршапата, далее был переведен в Капан. Когда началась война, Давид был на позиции, где шли ожесточенные бои. Утром, когда ситуация уже была безвыходной, группа отступила. Заметив, что друг не рядом, Давид поднялся на позицию, чтобы разыскать друга. К этому времени азербайджанцы находились в нескольких метрах. Получив тяжелое ранение, Давид попадает в плен. На следующий день, 14 сентября, отец Давида, социолог Барсех Гищан, узнает сына на видео азербайджанцев. Убедившись, что сын ранен и находится в плену, обращается к правозащитникам. После офис представителей Армении по международным правовым вопросам обращается в Европейский суд с просьбой принять срочные меры для обеспечения жизни и здоровья военнопленного. Европейский суд дает Баку срок до 22 сентября. Вечером 17 сентября становится известно, что Давид Гищан был убит в плену. Отец сообщил в СМИ, что лично опознал тело сына. Информацию также подтвердила пресс-секретарь представительства Республики Армения по международным правовым вопросам Асмик Савелян. Военнослужащий был в числе опознанных пленных. Полную статья доступна на нашем сайте. На пленарном заседании Европарламента в Страсбурге была принята резолюция о необходимости пересмотра отношений между Евросоюзом и Баку и введения санкций в связи с ситуацией на Горном Карабахе. Резолюцию поддержали 491 депутат, 9 проголосовали против, 36 воздержались. В заявлении подчеркивается, что нападение Баку на Арцах было необоснованным и заранее спланированным. По мнению парламентариев, произошедшее является грубым нарушением международного права и прав человека, назвав массовый исход армян из Арцаха этнической чисткой. Европарламент призывает полностью пересмотреть отношения Евросоюза с Азербайджаном с учетом последних событий и ухудшения ситуации с правом человека в этой стране, говорится в заявлении. Депутаты Европарламента требуют от Европейской комиссии срочно пересмотреть стратегическое партнерство с Баку в сфере энергетики и нарушения Баку международных обязательств. В частности, европейские депутаты предлагают в случае военной агрессии или гибридных атак на Армению снизить зависимость от импорта азербайджанского газа и нефти и полностью отказаться от этих поставок. Члены Европарламента также призывают прекратить переговоры по соглашению о партнерстве с Евросоюзом до тех пор, пока Баку не продемонстрирует подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения. В резолюции европейские депутаты также выступили за отказ от упрощения визового режима и снижения уровня сотрудничества некоторых сфер неприемлемых комментариев и угроз со стороны азербайджанских властей в адрес депутатов Европарламента. Помимо вышеуказанных мер, парламентарии призывают Евросоюз и страны-члены ввести индивидуальные санкции в отношении членов правительства Баку, ответственных за режим прекращения огня и многочисленные нарушения прав человека в Арцахе. В то же время они призывают немедленно предложить необходимую помощь Армении для притока вынужденных переселенцев из Арцаха и преодоления гуманитарного кризиса. Бакинские партнеры должны однозначно послать руководству страны сигнал, что когда речь идет о правильном возвращении, они не потерпят пустую риторику и полумеры. Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch. Страх и недостаток доверия со всех сторон делают устойчивое международное присутствие необходимым для того, чтобы право на возвращение было значимым, а не теоретическим. После выхода Алиева из переговоров в Гаранаде, Евросоюз, США и другие стороны, участвующие в посреднических переговорах, должны удвоить усилия, чтобы подчеркнуть конкретные шаги, которые Баку должен предпринять для облегчения права на возвращение, будь то краткосрочные визиты для сбора оставшихся вещей или решения проблем своей недвижимости, посещения могил и тому подобное для тех, кто желает вернуться навсегда. Те, кто решит не возвращаться навсегда, должны получить компенсацию за свое имущество и иметь возможность забрать любое оставленное имущество. Также получить доступ к любым банковским счетам или льготам, такими как пенсии. Баку также следует обеспечить защиту имущества эвакуированных от разграбления или другого вреда. Для репортиантов Баку должен обеспечить доступ к арменноязычному образованию и дать конкретные гарантии, защищая гражданские, политические, религиозные и культурные права людей без дискриминации. Будущие договоренности должны предусматривать этнический баланс полицейских и местных правительственных структурах. В соответствии с международным гуманитарным правом Баку должен воздержаться от принятия резолюции о преследовании людей за участие в боевых действиях во время войн 1990 и 2020 года. Последние несколько недель были ужасными для этнического армянского населения Арцаха. Партнеры Баку должны обеспечить, чтобы бакинские власти не превратили травму и потерю в долгосрочную несправедливость. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в коде которого заявил, что выступает против применения военной силы. Об этом журналистам сообщила представитель кабинета министра Германии Кристиан Хоффман. Передает ТАСС. Сегодня канцлер Шольц провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым и выступил против применения военной силы. Шольц подчеркнул, правительство Германии твердо привержено переговорному регулированию ситуации и установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, основанного на принципе территориальной целостности Армении и Азербайджана. Усилия президента Европейского совета Шарля Мишеля, по словам Хоффмана, имеют полную поддержку федерального правительства. Канцлер подчеркнул важность максимально возможной прозрачности ситуации в Арцахе и ее развития, заявил представитель кабинета министров Германии. По запросу Армении, ЮНЕСКО в ближайшие дни направит в Ереван чрезвычайную миссию для оказания образовательной помощи вынужденным переселецам из Арцаха. Помощь будет направлена на обеспечение непрерывности образования и оказания психосоциальной помощи. Сообщение об этом распространило ЮНЕСКО. В сообщении подчеркнуто, что за последние дни более 100 тысяч человек были насильственно перемещены из Арцаха в Армению. Около трети из них – дети и подростки. В понедельник 2 октября Армения официально обратилась в ЮНЕСКО с просьбой помочь этим группам населения в получении предоставляющей помощи в рамках мандата, организованной в сфере образования. На эту просьбу незамедлительно отреагировала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. В ближайшие дни ЮНЕСКО направит в Ереван группу экспертов для работы по совместному с властями страны плану действий и обеспечению непрерывности образования вынужденно переселенных учащихся. И в завершение новостей послушаем песню в исполнении Варту и Вартанян «Хаястан Ашхар». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Хаястан Ашхар» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!